Всем привет! Меня зовут Уилл, не Фил, Уилл, и вы смотрите «Шекспир плачет» рубрика «Новости из Англоляндии». Да уж, это вторая волна ковида, масочно-перчаточный режим, удаленка, самоизоляция. Это все, конечно, ужасно, но я во всем стараюсь искать положительные стороны. Вот, например, у маски столько преимуществ. Ну, там можно не бриться, это понятно. Но я вот еще одно нашел. В маске никто не поймет, что я иностранец. Не видишь же улыбку? Это, знаете ли, во многом жизнь иностранцев в России облегчает и обезопасывает. Ну, новости, конечно, тоже без ковида не обходятся. Но не всем он плох. Продолжим искать хорошие в неприятном. Вот, например, есть у вас незданные книжки в библиотеку. Благодаря коронавирусу в Англии можно их вернуть без всяких там штрафов. И об этом новость номер один. Поехали! Сколько, вы думаете, накопилось штрафов у одного старичка в Англии? Десять фунтов, может быть? Сто фунтов? Ха-ха-ха, нет. Больше десяти тысяч фунтов стерлингов. Почем, там у нас ныне фунт. Какой там кур... Ой. Впрочем, и не хочу знать. Вы, конечно, подумаете, звери какие-то, британцы. Подумаешь, на три месяца опоздал со сдачи. И сразу такие штрафы. О, нет, друзья, нетушки. Три месяца. Ха! Он опоздал на 48 лет. Он, конечно, оправдывается, что просто переехал. А книжку взял с собой случайно. Одна из книжек была про паровозик Томас. Томас, the tank engine. Так что, думаю, просто было не расстаться. Я его понимаю. Томас, the tank engine. Это наше все. Чу-чу, там все дела. Fat controller. Ладно. Новость 2. Китай. Я понимаю, не Англорляндия. Но это влияет все на нас. Смотрите. Скоро Хэллоуин. Приближается. Ну и вы знаете, конечно, про все эти традиции, страшилки, вечеринки и главное – костюмы. Ну и наряжаться модно тем, что страшно сейчас. Я вот наряжался в прошлом году Борисом Джонсоном. Он и нынче, конечно, страшен. Но ладно. Ну а сегодня все боятся коронавируса. И китайцы молодцы. Не упустили возможности сделать соответствующие маски для костюма коронавируса. По-моему, ну, очень страшно. Но что бы вы думали, пришлось снять с продажи на Амазоне. Политкорректность, мать ее. Мол, обращайте вирус в шутку. Ай-яй-яй. Плохо там. Сразу становится стыдно, что смеяться над мемом или той шуткой. А вы что думаете, можно шутить над коронавирусом? Новость 3. Америка. А еще Хэллоуин интересно провести в каком-нибудь страшненьком, ну, то есть, страшно интересном месте. Ад на земле, например. Такое предложение появилось на Airbnb в Америке. Адское логово. И ты в нем, господин. Всего за 30 баксов за ночь. Я сразу вспомнил подъезд своей первой квартиры в России в 90-е. Ну, знаете, где живут коты, писают те же коты, и вечно кто-то квасит капусту. Ну, или просто квасит. Но, похоже, тут предлагается что-то другое. Свечи, готика, камин, да еще и тыковка. Каждому гостю в подарок. Эй, Толик, помнишь? Ты спрашивал, как монетизировать свою комнату в коммуналке с соседями-алкашами и особенно там общий санузел. Ну, к сожалению, это только на Хэллоуин, конечно, но схема, похоже, рабочая. Давай. И вот еще. Попробую каждому гостю в подарок давать кабачок. Их же миллион. Новость 4. Ирландия. Ладно, ладно, хватит страшилок. Чтобы пережить все это нервные потрясения, нужно крепкое здоровье. Поэтому давайте немножко про здоровое питание. Вот вы Subway любите? Subway, которые? Думаете, взяли там на здоровом хлебушке здоровых овощей и молодцы, да? Ну, значит, вот вам новость. Верховный суд Ирландии отказался признавать хлеб из сэндвичей Subway хлебом. Ха-ха! Потому что там слишком много сахара. А до суда дошло, потому что они хотели доказать, что их хлеб не подлежит налогу на добавленную стоимость, как основной продукт питания. Есть у ирландцев такой закон. И вот что получилось. Ой, чё-то опять на страшилку вышли. Так что в Subway только если, ну, очень сладенького захочется. Новость 5. Великобритания. От новостей про Subway переходим к новости про крыс. Ну, про крысу. Любые совпадения случайны. И вообще, крыс, я надеюсь, все любят после рататуя. А после этой новости полюбить еще больше. Ну и раз уж говорили про рататуи, самое время его приготовить из сезонных овощей. Ссылка на видео в описании. И да, в него можно добавить все эти кабачки, которые надавали бабушкины подруги. Спасибо всем. Так вот, крысы чрезвычайно умные твари. И, наконец-то, британские ученые... Наконец-то, британское человечество оценило их по достоинству. Британская ветеринарная благотворительная организация PDSA The People's Dispensary for Sick Animals вручила золотую медаль на голубой ленте Красиво так Крысе за ее неоценимый вклад в дело поиска наземных мин в Камбодже. Благодаря своему невероятному чутилу и памяти Крыса по кличке Магава Обнаружила 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. Это вообще... А как думаете, можно усыновить крысу со всеми ее пожитками? У меня прекрасные условия для содержания золотой медали крысы. Могу кормить ее рататуем из кабачка хоть каждый день. Спасибо бабушкиным подругам. Новость 6. Австралия. Ну, друзья, как всегда, Австралия продолжает радовать нас. Ладно, Камбоджа. Как же я соскучился по всяким путешествиям и перелетам. Многочасовые очереди к паспортному контролю. Досмотр с пристрастием. Барба с пограничником за бутылку воды и объемом больше 100 мл. Вообще всю эту аэропортовую романтику я не очень люблю. Но вот сейчас даже это вызывает нежное чувство ностальгии. И вот, что придумала австралийская компания Qantas для таких наскучавшихся. Ну, раз нельзя никуда лететь, но в аэропорту-то потусоваться можно, в самолете посидеть не противозаконно, вина попить со стюардессой, пофлиртовать, в конце концов, еще никто не запрещал. И вот она, гениальная идея. Полет в никуда. Садишься в сене, покружишься над барьерными рифами, прочими прелестями Австралии, и там же выходишь. И не получасовая экскурсия с пакетиком соленых орешков, а сразу 7-часовое удовольствие. Ну, чтобы хоть фильм другой успеть взглянуть. Кинотеатры-то, небось, еще не открыты. Был раскуплен такой перелет, вы не поверьте, в лед. Да-да, пониентендед. Новость 7. Америка. Кстати, не только люди насиделись дома. Вот в Америке енот пытался сбежать из штата Нью-Йорк. Прокрался на борт самолета, но тут-то его и повязали. Ну, понятно же, надоело ему топтать одни и те же огороды, да и сколько можно уже кататься зайцем на пароме до Статуи Свободы и обратно. Очень обидно за енота. Уж на отдельное сидение и тем более кошерный ланж он точно не претендовал. Самое интересное, что официальное заявление не сообщает, куда именно летел тот самолет. Видимо, чтобы не создавать дополнительные рекламы для популярной среди енотов локации. И новость 8. Англия путем через Францию. Напоследок, хочется напомнить вам, драгоценные наши подписчики, о пользе иностранных языков. Мы все знаем всякие там мемасики вроде такого. Кстати, с прошедшим днем учителя, не кроме шуток, очень любим учителей и восхищаемся их трудом. Даже сами пытаемся кого-то кое-чему поучивать. Но вот про французыков мало шутен. Будто мы и не англичане. Надо это исправить. И вот отличный повод. Заказала, значит, одна мамаша своему англоязычному ребенку тарелочку со свинкой Пеппой. Мей-мей-мей, прелесть что. В центре свинушка по каемочке безобидно и даже очаровательное слово снаут. Свинка же. Но вот заказала подарочек бебенку по дешевке. Я так думаю. Со французского сайта. А по-французски это словечко будет Груин. Уи-уи, вы правильно слышали. Груин. Ну, красиво же. А теперь посмотрите на него английскими глазами. А теперь посмотрите в глаза своему ребенку. А французы сказали Да ничего, конечно, ведь ваша английская двухлетка наверняка еще не знает слово Груин или там что-то еще. А если и знает, то все равно не умеет читать. Учите английский, короче. Ну и французский, если время останется. Ну все. Пока. Будьте здоровы. И пусть все страхи будут только из-за Хэллоуина. Всем спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова